Всем привет, меня зовут Маша, очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет видео о пустых баночках. В прошлые пустые баночки я вам показывала то, что у меня закончилось из декоративной косметики за достаточно длительный период. И сегодня я покажу то, что закончилось из ухода. Всего просто очень-очень много, поэтому я постараюсь быстренько обо всем рассказывать, насколько это возможно. Но видео в любом случае получится длинным, потому что вот такая вот у меня коробочка. И это еще даже не все сюда поместилось, тут у меня еще часть лежит. Я постараюсь все это по категориям разделить для тела, для волос, для лица и обо всем вам рассказать. Ну и если вам интересно, то продолжайте смотреть. Начну я со срез для лица, а именно с умывалок. Закончилась у меня вот такая освежающая пенка Himalaya Hairballs. Она предназначена для жирной комбинированной кожи, которой собственно моя кожа и является. Мне эта пенка очень понравилась, у нее такая муссовая нежная консистенция. Отлично подходит для умывания утром, хорошо освежает, матирует, немножечко подсушивает. Ну собственно потому, что заявлено для жирной кожи, но не критично. В общем мне эта пенка понравилась. Здесь 150 мл, достаточно долго хватило. Вообще косметику Himalaya Hairballs очень люблю. Дальше закончилось у меня два средства от пропеллера. Одно время я прям очень любила их покупать. Особенно вот такой мягкий ежедневный скраб от черных точек. У меня много было их. И действительно он мне хорошо подходит. Он содержит мелкие скрабирующие частички, которые хорошо очищают, но при этом не травмируют кожу. И я использовала вечером. Так что мне нравился он. И также бюджетная цена не может не радовать. В общем неплохой гель. А вот об этом я не могу такого сказать. Это просто мягкий гель без всяких частичек. Здесь написано для правильного умывания без мыла. Я конечно понимаю, что мыла здесь нет, но он вообще не мылится. То есть от него никакого эффекта абсолютно нет. Это равносильно тому, что можно просто умыться водой. То есть вообще ничего от него я не заметила. Поэтому совершенно его не советую. Конечно же больше никогда не куплю. И то же самое могу сказать вот о такой умывалке. Детокс-пенка для умывания с активированным углем. Это я покупала в фикс-прайсе. Они до сих пор там продаются. Вот такого она черного цвета была эта умывалка. Ну типа с углем. Тоже ничего абсолютно не делает. Конечно она стоила, ну сколько там, 55 или 77 рублей какая-то у нее цена была в фикс-прайсе, не помню точно. Ну в общем ни о чем на средство. Конечно, как тут написано, глубоко очищает поры, убирает черные точки. Нет, нет, еще раз нет. Не делает абсолютно ничего. Так, и еще из умывалок от 100 рецептов красоты. Вот такая пенка для умывания. Так, очищение, увлажнение, свежесть и улучшение цвета лица. У нее, кстати, приятный такой запах. Мне понравилось использовать ее утром. Ее очень на немного хватило. Здесь 100 миллилитров. Прям быстро она у меня использовалась. Ну, неплохая именно для умывания утром. Такая тоже освежающая, матирующая. Мне, в принципе, понравилась. И также от 100 рецептов красоты уже со скрабирующими частичками мелкими, умывалочка. Но прям они совсем такие мелкие. То есть мне для прям такого сильного очищения ее не хватило бы. Но, знаете, она больше похожа на такой пилинг легкий. И приятная штучка. Единственное, что я не во всех магазинах вижу ее в продаже. Но вот как-то она мне попалась. Я ее купила и повторила бы покупку, если бы увидела снова. И последняя умывалка, которая у меня есть. Вот от такой фирмы Перфекта. Покупала я в подружке. Она идет с корицей. Также она была со скрабирующими частичками мелкими. Похожа, кстати, по консистенции вот на эту умывалку. У нее такой приятный запах. Прям чувствуется корица. Неплохая, неплохая умывалка. Так что я бы повторила покупку. Мне понравилось. Очень легкое такое очищение нежное. И можно использовать и как вечернее, и как утреннее умывание. В общем, хорошее. Также закончились у меня для снятия макияжа две вот такие мицеллярки от Гарниер. Очень их люблю. Именно вот эти вот с розовыми крышечками. Я еще пробовала с зеленой крышкой, пробовала с маслами. Но мне больше всего нравится вот такая вот. Единственное, что иногда при длительном использовании у меня начинается раздражение глаз. То есть глаза начинают щипать от нее. Поэтому я ее чередую с какими-то другими мицеллярками. Например, сейчас у меня в использовании мицеллярка от Эвелин. И она мне тоже, в принципе, нравится. Кстати, она стоит даже дешевле. Поэтому я ее стараюсь чередовать. И мне ее достаточно надолго хватает. Здесь 400 мл. Ну вот у меня закончилось две. Не помню за какой период. Но мне достаточно долго хватает. Дальше покажу вам кремы для лица. Их тоже закончилось достаточно много. Во-первых, покажу последний, который я использовала от Белл Космекс. Это серия Beauty Feel называется. Он идет как дневной крем. И он заявлен как крем, который заменяет якобы инъекции. То есть это для первых признаков старения. Крем для возраста 30+. Мне 32 года, если кто-то, например, не знает. Поэтому, в общем, у меня уже начинают появляться некоторые морщины. Но, конечно, я не верю в то, что крем может заменить какие-то инъекции и так далее. Но просто меня он заинтересовал. Я решила его попробовать. Ну, баночка так себе. Упаковка пластиковая. Но крем очень приятный во всех отношениях. Запах такой у него нежный. И консистенция легкая. Но при этом он неплохо увлажняет. Не жирнит кожу. Не создает никакого липкого эффекта. Отлично служит базой под макияж. Основой под макияж. И, в общем и целом, приятные впечатления. И, кстати говоря, я им пользовалась как дневным, так и ночным. То есть я, в принципе, знаете, не особо верю в то, что крем вот дневной и ночной. Да, у дневного более легкая консистенция, у ночного более жирный считается. Но мне вот и на день, и на вечер, в принципе, и на ночь, да, его хватило. Поэтому хороший кремик. Мне понравился. Я бы повторила покупку. Далее закончились у меня два крема от Evelyn. Один вот такой вот. Он заявлен для комбинированной жирной кожи. Также он дневной. И он именно должен и увлажнять, и мотировать. То есть он как бы балансирующий такой. Так как для жирной кожи также нужно увлажнение, чтобы она не была обезвоженной. И, в общем, этот крем мне безумно нравился. К сожалению, сейчас его нет в продаже. Видимо, его сняли с производства. И очень жаль, потому что он мне нравился. И я с удовольствием им пользовалась. У меня, кстати говоря, были две баночки таких. Приятный запах, консистенция. Очень мне подходил этот крем. И я с удовольствием им пользовалась. Обязательно бы покупала его еще, если бы он был в продаже. И вот как раз-таки, когда я хотела его найти и не нашла, я ему на замену купила вот такой вот. Он называется New Gialuron. Увлажняющий крем-эксперт против первых морщин 30+. У них прям целая серия вот этого гиалурона для разных возрастов. И, кстати, здесь уже баночка более презентабельная. Она стеклянная, в отличие вот от этой вот, да, она пластиковая. Но он мне не особо понравился. Я его использовала зимой. Запах также приятный. Кстати, похож. Вот отдушка похожа на предыдущий. Видимо, у Эвели на него многие кремы кладут именно эту отдушку. Он какой-то очень жирненький. И он мне забивал поры. То есть, действительно, я заметила, что как только я начала им пользоваться, у меня стало больше появляться черных точек и других каких-то высыпаний. Я думаю, что это связано именно с этим кремом. Но, кстати говоря, когда я только начала им пользоваться, и у меня зимой кожа склонна к обезвоживанию, он мне понравился. Потому что он убрал все шелушинки. То есть, он хорошо увлажняет. И я тогда купила сразу же второй. Потому что, думаю, какой хороший крем. Куплю про запас. И, кстати, да, он заявлен и дневной, и ночной. То есть, он два в одном. Но вот по истечению времени, когда я начала его использовать, я вот заметила, что он забивает мне поры. Но вот у меня лежит такой еще один. Я его, наверное, ставлю на следующую зиму. Ну, в общем, не особо я им довольна. Возможно, это просто совпадение. То, что у меня так поры начали забиваться. Но я вот грешу на него. Также от Himalaya Hair Bloss. У меня вот такой вот гель был. Тоже, кстати, вторая баночка. Еще в свое время я покупала их в фикс-прайсе. Они одно время продавались. Это именно гель. Он также шел для комбинированной кожи. Такая увесистая баночка из толстого матового стекла. И стоил он 99 рублей, по-моему, тогда в фикс-прайсе. Ну, знаете, такие противоречивые у меня чувства к нему. Потому что он оставлял липкую пленку после нанесения. При этом он хорошо воздействовал на мою кожу. Но вот эта вот липкость, ну, она со временем проходила. Но как-то она была не очень приятна. Поэтому за полную стоимость... То есть он продается там в косметических магазинах. По-моему, стоит он около 300 или даже около 400 рублей. За полную стоимость я его не купила. За 99 рублей нормально. И последний крем... А, нет, еще не последний. Господи, сколько у меня было кремов-то. Вот такой вот. Это, кстати, недавно у меня закончилось. От Биелита. Крем, он просто называется Календула. Матирующий для комбинированной жирной кожи. Хороший кремик. Стоил вообще абсолютные копейки. Рублей 150, наверное. Но приятный во всех отношениях. И мне он очень-очень понравился. Так что, в общем, могу посоветовать. Он, по-моему, продается в Улыбке Радуги. Не помню уже, где я покупала. Но он мне тоже понравился. Легкий, нежный. Приятненький. Никаких покраснений, высыпаний. Ничего ужасного на моей коже не вызвал. И вот такой вот крем последний. Да, уже последний из всех. Гарнье. Живительное увлажнение. Матирующий крем Сорбе для смешанной жирной кожи. Я его использовала, если не ошибаюсь, когда еще было тепло. Тоже в прошлом году. Приятненький крем. Ну, не так, чтобы прям я осталась от него в сильном восторге. Но, в общем и целом, неплохой. И, кстати, удобно, что здесь такая вот упаковка, чтобы не лазить туда пальцами. Не заносить никакие, в общем, бактерии. Просто вот так вот выдавливать. В этом плане это очень гигиенично. В общем и целом, хороший кремик. Кстати, это был еще не последний крем для лица. В общем, вот такой у меня еще здесь завалялся. Это черный жемчуг. Дневной крем для лица. Увлажнение. Тоже он идет вот в такой вот упаковке. Очень удобный. Здесь 45 мл. Кстати, здесь 50. Тоже он мне понравился. Он хорошо увлажняет кожу. И при этом не забивает поры, не жирнит кожу. То есть он, в принципе, вот то, что здесь заявлено, оно все и есть. То есть очень хороший, бюджетный, отличный кремик. Могу посоветовать. Мне он понравился. Дальше закончился у меня последний продукт для лица. Это вот такой лосьон матирующий. 100 рецептов красоты. Антибактериальный эффект. Соком лимона. С мятой. Маслом чайного дерева. Ну, это очень часто используемый мною лосьон. Я его достаточно часто покупаю. И мне он нравится. Очень хорошо освежает. Отлично подходит на лето. Я не могу сказать, что я часто пользуюсь какими-то тониками и лосьонами. Это не самые мои любимые продукты для лица. Но вот этот вот мне хорошо подходит. И мне очень надолго хватает. Потому что, ну, я редко почему-то такими средствами пользуюсь. Дальше перейдем с вами к телу. И начну я с кремов для тела. Хотя нет, давайте начнем с гелей для душа. Их достаточно много. И тем более кремы у нас только что были для лица. Давайте как-то разнообразим. В общем, первые гели для душа, которые хочу показать. Это гель для душа Palma Leaf из серии Gourmet Spa. Мне очень нравится эта серия. Они, во-первых, имеют кремовую консистенцию. Я обожаю такую текстуру для кожи своей. Потому что они хорошо увлажняют. Эти вот гели из этой серии безумно приятно пахнут. У меня вот здесь кокосовое молочко и ежевичный мусс. У меня еще такие клубничные были. Ну вот сейчас, видимо, я выбрасывала некоторые продукты. Естественно, я выбрасывала и не все сохраняла. В общем, классные по консистенции, по запаху. Хорошо мылятся, увлажняют. Потом кожа приятно пахнет. В общем, замечательные гели во всех отношениях. И также серия Роскошь масел. Вот такой вот у меня еще был. С экстрактами инжира, белой орхидеи и маслами. Вообще очень приятно. У него гелевая консистенция. Но при этом он хорошо увлажняет. Безумно приятный запах. В общем, люблю эти гели. Мои любимые гели для душа, кто меня давно смотрит, знает. Это Л'Аппетит Марселье. Особенно, особенно мой любимейший. Это белый персик и нектарин. Я очень его люблю. У него такой приятный запах. И несмотря на то, что у него гелевая консистенция, я очень люблю эти гели для душа. Запах это просто что-то невероятное. Такой аромат. Вот именно вот этот белый персик и нектарин. Прям обожаю. Тут написано увлажняет, освежает. Действительно, это все так. Единственное, которое мне не понравилось для Аппетит Марселье, это экстра мягкий гель для душа средиземноморский гранат. Мне не понравился его запах. И какой-то он, ну, не знаю, обычный абсолютно. То есть, ну, я не особо им осталась довольна. И еще один гель для душа. Один из моих самых любимых. Это Милк Хорошее настроение. Компания Клевер. Капучино он называется. Есть еще банановый такой. И шоколадный, по-моему. Продаются они в Магнит Косметик. Стоят очень бюджетно. Долго хватает. Здесь 500 миллилитров. Люблю вот эти вот гели. Давно ими пользуюсь. Очень приятный запах. Ну, они не особо хорошо увлажняют. Достаточно такие жиденькие. Но я все равно их очень люблю. И давно ими пользуюсь. Так, и еще один гель для душа. Дольче Милка. Мандарин и молоко. Ну, я думаю, что многие знают эти гели для душа. Он мне попался в каком-то наборчике подарочном. У него запах прям такой выраженный. Цитрусовый. Я не особо люблю цитрусовые запахи. Он какой-то химозный, достаточно жидкий был. Мне вот из Дольче Милка нравится с капучиной или с шоколадом. Ну, такой вот какой-то кофейный шоколадный запах. Вот этот вот я не особо им осталась довольна. Именно по запаху. По консистенции, по своим свойствам он очень приятный, хороший. Но по запаху я не особо. Так, дальше из кремов для тела закончились мои любимчики и фавориты на все времена. Вот такие вот кремы от Эвелин, фитолиния. Это такая серия у них. Это какао плюс масло авокадо. Здесь 210 мл. Вот так вот выглядит. Ну, что я показываю, здесь уже пусто. Ну, в общем, баночка у меня закончилась. Господи, как я обожаю этот запах. Он такой приятный. И причем он, не знаю, не пахнет какао. Он пахнет, я уже не раз говорила, глазированным творожным сырком для меня. Вот действительно такой запах мне напоминает почему-то. И этот крем очень густой. Я бы его назвала баттер. Это реально как масло для тела. Его надолго хватает. Он безумно хорошо увлажняет кожу. Ну, наносится он так, распределяется не очень хорошо. То есть его нужно прям размазывать так. И он впитывается не очень быстро. Но при этом он настолько увлажняет кожу. Кожа настолько бархатная, приятная. И потом вот этот вот запах от нее исходит. Такой аромат. Я прям очень люблю этот крем. Он у меня всегда есть в наличии. Особенно зимой. Это вообще мой мастхэп. И также из этой серии козье молоко плюс коллаген и эластин. Ну, я прям... Ну, он такой же по своим свойствам. Но по запаху мне больше нравится вот этот вот с какао. Вот. Но он тоже приятненький. Но не такой классный для меня, как вот этот. Вот этот вот прям мой фаворит. Также закончилось вот такое разглаживающее масло для тела. Organic Kitchen. Называется Mi Mi Mi. Мне не понравился вообще он. Какой-то... Ну, во-первых, и запах мне не особый. Как-то он плохо распределялся. А, кстати, покупал в фикс-прайсе вот за 77 рублей. Ну, я вообще, честно говоря, Organic Kitchen как-то... Я не особо прям сильно люблю вот эту вот серию Organic Shop. Ну, так себе. И вот такой вот крем. Это я покупала в Турции. Он идет с оливковым маслом. И он предназначен для и тела, и рук, и, в общем, и на лицо можно. В общем, для всего. Универсальный такой. Здесь 250 мл. Он очень-очень густой. Тоже напоминает такой баттер. Достаточно хорошо увлажняет. Сложновато распределяется. Но при этом увлажнение от него замечательное. Блин. Господи. Ужас какой. Что это было? В общем, очень хороший крем. Я купила тогда несколько штук. Наверное, где-то 2 или 3 упаковки. И все их использовала с разными запахами. И это было еще когда в 2018 году мы ездили в Турцию. И вот в прошлом году, в 2019 году, когда мы летом там были, я купила сразу себе, по-моему, 5 упаковок со всеми запахами, которые там были. И с удовольствием ими пользуюсь. Мне нравятся эти кремики. Поэтому, если где-то там будете, советую вам присмотреться. Также вот такой вот крем для тела энергетический серии Young Look с яблоком. Продавались в фикс-прайсе. Оно одно время. Они одно время. Мне он не понравился. Он очень какой-то жиденький такой был. Вообще ничего не увлажнял. Ничего не делал. И как-то так себе. Он заявлен для рук и для тела. Но мне, в общем, он не понравился. Не знаю, продаются ли они сейчас. Но, в общем, я осталась недовольна. И для меня незаменимое средство для ухода за ногами, за стопами. И, в принципе, я и на все тело могу мазать. Это кокосовое масло. Это у меня 100% кокосовое масло. Мне подружка из Индии привозила. И еще у меня лежит в запасах. И сейчас в использовании. Обожаю это масло. Ну, безумно приятный, конечно же, запах кокосовый. И я прям, как уже сказала, на стопы наношу. Очень мягкие пяточки становятся. И вообще просто для всего подходит. Единственное, я не люблю кокосовое масло использовать для волос. Мне вот такой уход не очень подходит. А вот для тела прям вот замечательно. Зимой для меня это тоже необходимое средство. Также для тела закончился такой биоскраб от Натуры Сиберика. Crazy Animals. Ну, как скраб он, в принципе, неплохой. У него такие крупные скрабирующие частички. Хорошо он так отшелушивает кожу. Ну, господи, какой у него ужасный запах. Ну, просто. Я понимаю, что здесь, конечно, много эфирных масел. Там чего здесь у нас? Дикий гречешный мед. Вот протерты кедровые орешки, таежная медуница, соль. В общем, ну, запах просто отвратительный. Я еле-еле его допользовала. Мне, кстати, его, по-моему, кто-то дарил. 180 мл здесь было. Ну, он быстро у меня кончился, конечно, на все тело. Такой объем это мало. И, в общем, запах мне совершенно не понравился. Не для моего носа точно. Также закончилось у меня несколько кремов для рук. Это я самая крем-гей для рук. Ультра увлажнение. Я бы не сказала, что он ультра увлажняет. И вообще, я, кстати, очень удивилась, когда увидела, что у я самой появились кремы для рук. В общем, в целом, неплохой, но не самый лучший. Я чаще всего покупаю вот такие вот кремики Дилике. В Улыбке Радуги они продаются. Стоят вообще рублей 30-40. И мне они нравятся, хорошо увлажняют. Не прям так сильно. То есть, если у меня руки сильно там, например, обветрились, и мне нужно мега увлажнение, я их бипонтеном просто мажу. И он мне за ночь вообще восстанавливает. Вообще, он все восстановит. Бипонтен. Если какое-то где-то покраснение, раздражение, шелушение и так далее. А вот этот именно для ежедневного применения вполне неплох. На ночь обычно его ношу. Интенсивно питает и смягчает. Этот у меня с пантанолом маслом макадамии. Ну, я разные там запахи всегда покупаю. И вот такой вот еще был Невея комплексный. Ну, тоже, в общем, и целом неплохой. Это у меня был с облепихом... С облепихом? С облепихой и витамином Е. В общем, тоже такой хорошенький достаточно кремик. Тут вот у меня еще два крема для век. Чистая линия и Невская косметика Женьшеневый. Ну, я особо вот этой области не придаю значения. Вот именно вокруг глаз. Потому что, ну, у меня чуть-чуть особых там каких-то кругов, мешков под глазами нет. Мне главное просто легкое увлажнение в этой области. И, собственно, мне вот такие вот недорогие кремики подходят для этого. А иногда я вообще просто наношу крем для лица. На лицо, на шею и также прямо на веки. Ну, то есть просто крем для лица наношу и вообще не парюсь. Вот. Поэтому, в общем, целом неплохие. Очень-очень бюджетные. Надолго их хватает, потому что много не надо на эту область. Здесь вот 25 мл, здесь 20. Мне надолго хватает. Ну что, перейдем к волосам. Наконец-таки здесь у меня закончилось несколько шампуней от Гарнье. Серия Ботаник Терапи. Закончился кокосовое молоко и Макадамия. Косторовое масло и Миндаль. Это вот большие упаковки. Они идут по 400 мл. И вот такая маленькая здесь 250 мл. Маточное молочко и прополис. Я люблю эти шампуни. Они подходят моим волосам. Хорошо промывают, очищают волосы. После них у меня достаточно легко расчесываются. Перхоти не вызывают. А, кстати, вру, какой-то из них мне вызвал перхоть. Честно, я сейчас даже не вспомню. И я его... Ну, я потом несколько раз помылась head and shoulders. У меня перхоть эта прошла. И я снова попробовала, и перхоти не появилось. В общем, как-то странно какой-то такой был эффект. Не помню уже от какого из них, но это было какое-то кратковременное такое явление, которое прошло. Я эти шампуни постоянно покупаю. У них приятные запахи. Хорошо мылится. И все мне в них нравится. В принципе, меня они устраивают. И также закончилось у меня два шампуня от Organic Shop. Вот в таких они у меня упаковках идут. По 500 мл. По-моему, называются они Doy Paki. Как-то так. Даже не помню, честно говоря, где я их покупала. Этот у меня Marokanska Princess. И этот Голубая Laguna. Вот этот мне очень нравится. Marokanska Princess. Здесь органическое масло оливы. Экстракт цветов апельсина. И я их обычно переливаю в какую-нибудь более удобную емкость с дозатором. У него приятный запах. Хорошо также на мои волосы воздействует. Единственное, что, видимо, из органического состава. Они у меня быстрее грязнятся, чем если я, например, использую шампунь от того же Garnier. Поэтому я его очень люблю. Вот этот вот Marokanska Princess. Мне он нравится. Но вот об этом Голубая Laguna я не могу такого сказать. Он как-то очень плохо промывает мои волосы. Такое ощущение, как будто бы они не промытые. И они уже на следующий день у меня становятся грязными. И вообще после его применения у меня висят как пакли. Вот казалось бы, да, одна серия и вот один производитель. Но вот они настолько разные. Вот этот мне вообще не понравился. И я еще когда-то там делала заказ. И также хотела заказать вот эту Marokanska Princess. Но вместо этого заказала вот эту Голубую Laguna. Опять перепутала. И в общем у меня еще он в запасе лежит. Но как-то придется его допользовать. Или мужу отдам. Ему в принципе все равно каким шампунем пользоваться. Ему вообще шампуни очень надолго хватает, естественно. Вот. Поэтому, короче, вот этот вот мне нравится. Marokanska Princess. Голубая Laguna не нравится. Но, кстати, вот в таких упаковках очень выгодно покупать. И надолго хватает. Мне в общем нравится. Так. И вот такой вот шампунь. Это называется он Oh Herbal. По-моему, в подружке я покупала. Он идет с мятой. Свежесть и легкость. Не утяжеляет волосы. Здесь тоже был 500 миллилитров. Большая упаковка. Мне понравился этот шампунь. Действительно хорошо. Очень освежал голову. И отлично им пользоваться летом. Волосы действительно такие легкие. Приятные. Хорошо расчесываются. Не путаются. Мне понравился. Для жирных волос он, соответственно, предназначен. Это фирма, кстати, Elfa. И он также идет с органическим составом. Без силиконов, СЛС, парабенов, красителей. И последнее, что у меня осталось, это будут бальзамы для губ. Постараюсь очень быстро показать, потому что их много. Так. Закончилось. У меня несколько бальзамов от Evo Laboratories. Называется Pantenol. У меня их очень много закончилось. В последнее время это мои любимые бальзамчики. Они продаются в Magnet Cosmetics. Я на кассе в основном. У них приятный запах. Вот у меня все закончились. Приятный запах. Хорошо увлажняют. Мне они нравятся. Причем самое интересное, что когда я первый раз пробовала этот бальзам, мне он вообще не понравился. Я даже в каких-то старых, там, своих пустых баночках рассказывала. И вообще плевалась просто на эти бальзамы. Мне он совсем не понравился. Какой-то неудачный попался экземпляр. А вот эти мне прям нравятся. И я с удовольствием им пользуюсь. Они рублей 40, наверное, стоят. Хорошо увлажняют для ежедневного применения. Прям супер. Также вот такой бальзамчик Himalaya Herbal's для губ с маслом какао. Очень хорошо, интенсивно увлажняет. Запах приятнейший. Прям действительно чувствуется какао. Замечательный бальзам. Но, как я уже говорила, Himalaya Herbal's прям очень люблю. Особенно их зубные пасты. Но я зубные пасты, конечно, не стала вам пустые баночки сохранять. Но вот в основном я пользуюсь пастами Himalaya Herbal's. Также вот такие вот бальзамы. Это вот, знаете, такие, которые продаются в фикс-прайсе. Народные рецепты, бархатные губки, фитокосметик. В общем, вот они все приблизительно одинаковые. А, по-моему, это все фитокосметик, нет? А, ну да. Ну, в общем, они все продавались в фикс-прайсе. По 50-55 рублей. Ну, такие, знаете, обычно ароматизированный вазелин. Тут у меня с облепихой, с ванилью. Ванильное мороженое, точнее, сочный арбуз. Ну, в общем, такие себе бальзамчики. Можно попользоваться. А, вот еще есть персиковый джем. Ну, просто ароматизированный вазелин. Такой на каждый день. Также вот такой вот у меня бальзам. Биокон, авокадо плюс мята. Вообще ужасный бальзам. Фу, у него такой запах. Как вот авокадо и мята. Я не знаю, как они вот это сочетание пытались воспроизвести. Но у них получилось отвратительно. Во всяком случае, по запаху. Но по свойствам, в принципе, такой же. А, ну вот таких вот у меня тоже много бальзамчиков. Знаете, они есть клубника, малина. Просто белые и вот просто написанные. Даже не знаю, что это за фирма. Обычно они с цветом такие идут. Ну, и запах такой тоже. Ну, химический немножко. И отвратительные бальзамы. Северина. Тут вот он у меня идет с медом и с чем-то там еще. Вообще ужасный бальзам. Смотрите, что с ним стало. А в другом, я их два тогда покупала. В другом у меня вообще сломался вот этот механизм. Он перестал выезжать. И запахи ужасные. Как будто просроченная помада. Я даже тем не допользовалась. По-моему, его выбросила на середине. Поэтому, в общем, не очень удачные бальзамы. Мне понравились. Так, ну, и в общем-то, это практически все мои пустые баночки. Еще у меня куча дезодорантов было, антиперспирантов. Но я решила вам их уже не показать. Это не самое интересное, мне кажется. В общем, вот такие у меня были пустые баночки. Надеюсь, что вам было интересно, чем-то было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. И всем пока.